всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду на момент съемки этого ролика сегодня 22 марта в испании буйствует коронавирус сейчас утро и по сообщениям прессы уже более 25 тысяч заразившихся объявлены строгие карантинные меры все сидят по домам из дома можно выйти только в ближайший продуктовый магазин и в аптеку ну или на работу если ваш работодатель не обеспечил вам удаленку но и на этот случай обязательно требуется иметь при себе соответствующий документ полиция штрафует нарушителей штрафы серьезные от 100 евро до 60 тысяч знаю что в нашем районе нескольких человек на 500 евро штрафовали очень с большим сочувствием отношусь тем людям которые вынуждены сидеть в квартире мы живем в частном доме и это большой плюс места больше можно прогуляться вокруг дома подышать воздухом да и спокойнее как-то еще до начала карантинных мер я закупил достаточное количество продуктов для съемки роликов и сейчас собираюсь приготовить ножки молочного ягненка видите пьерна де кордера ли чаль то есть нога барашка молочного рецепт сам по себе очень простой но для его приготовления хочу воспользоваться вот этой коптильней от вебера в ней за счет хитрой конструкции гораздо проще поддерживать невысокую температуру проще имею ввиду чем например в таком вот гриле от вебера приступим для начала ножки надо старательно пересыпать пряной смесью это будет сухой маринад вообще слово маринад происходит от латинского маринара то есть класть в морскую воду солить морской воде у меня будет сухой баринат то есть посол сухой морской солью пряную смесь смешаю из гранулированного чеснока молотой зиры черного перца свежемолотого обязательно красного острого перца розмарина и подкопченой паприки естественно соль морская и немного сахара набор пряностей составил на свой вкус вы естественно корректируете на свой и старательно тереть ножки со всех сторон важный момент я как сказал уже раньше буду и пользоваться картине вебер а в ней при запекании поддерживается высокая влажность испанские барашки сами по себе еще жирноватый поэтому я буду использовать сухую смесь но вот если я использовал обычный гриль в котором влажности нет то смесь добавил бы оливковое масло она бы предохраняла ножки на этапе запекания от пересыхания ну вот как то так сейчас проскочегарю углю стартере вот эта конструкция работает так внизу горят угли выше находится вот такая вот чаша которую можно заполнить водой чтобы она отсекала жар от продуктов а выше подвешиваются либо гладутся на решетке продукты вообще говоря во время процесса копчения никакой влаги в камере быть не должно это во-первых ухудшает вкус во вторых на продукте появляются некрасивые потеки да и вредно это ну кстати американцам на делу абсолютно наплевать они спокойно себе в мокрой атмосфере коптят я не американец поэтому запекать я буду при относительно низкой температуре с водой а когда настанет момент копчения я воду удалю ну или она выкипет к тому времени подождем 15 минут и и и и и и и и и все процесс пошел встречаемся часа через полтора два какая красота смотрите супер воды в чашку налил совсем немного к концу процесса запекания она практически вся выкипела так что сейчас остается немножко подкоптить и все это просто боковую дверь открываем и прямо на угле немного щипы много не надо это не копченая баранина а запеченная с таким легким ароматом дымка типа у меня от дубовых бочек в которых виски выдерживался вот так крышкой закрыть все минут через 20 можно будет пробовать ведь какая красота пора пробовать это очень хорошо пропеченная баранина я ее доводил до температуры использовал термометр просто забыл снять до температуры внутри 84 градуса то есть это идеально пропеченная в полностью не так не как стейк который вас кровью а ты на мясо которое разваливаться на котях вы сейчас это увидите а ну и вот Субтитры сделал DimaTorzok И розовое мясо, вот это на поверхности, так называемое дымное кольцо присутствует В середине все мясо отлично пропеченное, видите, оно серого цвета, просто сказка Ну-ка, снимаем пробу Легкий, прям вот легкий аромат дымка, аромат пряностей Волшебно Волшебная баранина Сейчас обязательно кое-кто наверняка уже написал, ты не вырезал лимфоузлы Какие к чертям лимфоузлы у молочного ягненка? Если бы я начал ковырять ножами, я бы распотронил полностью все эти ножки, они бы расползлись, внутри бы все высохло Не вырезают лимфоузлы у молочных ягнят У молодой баранины тоже в большинстве случаев не надо ничего вырезать Она сочная и она абсолютно не вонючая Сейчас я вот еще кусок сухую тащу Этот обалденный, не могу держаться, извините Класс! Просто класс! И что я хочу сказать Да, на улице с дымком все это прекрасно Но режим бережного запекания, то есть при невысокой температуре При температуре 120-140 градусов в течение длительного времени Даже в духовке позволяет получить вот такую же классную штуку Если уж вам очень хочется дымка в конце концов В духовке можно в самом-самом конце Ну нет у вас этих самых щепочек Вы положите ложечку сухой заварки на металлический противень На самом низу оставьте Он немножко подымит Включить только температуру, нижний нагрев максимальную в самом конце Получит легкий аромат дымка Ну, этот аромат, конечно, будет в квартире А так, короче, готовьте и наслаждайтесь Огромное спасибо за компанию Ставьте лайки, ставьте дизлайки Делайте репосты, делитесь своими рецептами И не болейте Коронавирус не пройдет Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!